Друзья, оклинила ли у вас когда-нибудь шея? Крайне неприятная ситуация. Встали на утро, голова нормально в одну из сторон не поворачивается, шея болит, что делать? Непонятно. Вот сегодня я хочу как раз показать вам те приемы, которые вы сможете сделать в первую очередь вот в этой вот сос-ситуации, когда нужно помочь и снять излишнюю болезненность и хотя бы немного улучшить движение. Но также я дам вам во второй части видео упражнения, которые позволят полностью реабилитировать шейный отдел позвоночника, даже в случае, если в принципе уже нет какой-то сильной боли, но тем не менее ограничения по движению еще есть. Поэтому сегодняшнее видео будет полезно на самом деле абсолютно всем. Во-первых, у вас оно будет в закромах и будете знать, что делать в этой ситуации, потому что очень часто такие случаи возникают, например, где-нибудь в поездках. Ну, поспали на неудобной высокой подушке в отеле, проснулись, опа-на, а Даша уже сказала, как быть. Ну, а во-вторых, в принципе, у многих людей есть ограничения подвижности шейного отдела позвоночника, поэтому данные упражнения, они будут не лишними абсолютно всем. Меня зовут Орлова Даша, я являюсь специалистом по здоровому движению с медицинским образованием. Если вы еще не подписаны на мой полезный канал «Пришла пора это сделать», также поставьте лайк этому видео, чтобы оно стало доступно более массовому зрителю и сделайте доброе-добро, добренько-добренько. А если потом захотите снять этот лайк, то всегда сможете это сделать за мои неудачные шуточки, например, почему бы и нет. Итак, кроме того, что я вам сегодня покажу сначала приемы, которые делаются в первый день, в первые часы после подобного состояния, и упражнения во второй части, которые делаются абсолютно всеми и помогают абсолютно всем улучшить подвижность шейного отдела позвоночника, также сейчас покажу вам те позиции, позы во время сна, которые могут привести к таким вот нехорошим явлениям и к компрессии нервов шейного отдела позвоночника, соответственно, к боли и к ограничению движения. Итак, первая такая поза нехорошая, очень нехорошая, это когда у вас высокая подушка, даже на самом деле она может быть и низкая, но при этом вы спите на животе, подкладываете вот так вот себе руки и поворачиваете голову в одну из сторон. Спится вроде как сладко, прекрасно, но это 100% приведет вас к проблемам с шейным и грудным отделом позвоночника. Уж если вы никак не можете переучиться и любите спать на животе вот таким вот образом, убирайте подушку вообще совсем и спите, тогда это будет хоть как-то оправдано, но при этом все равно нужно поворачивать голову и менять сторону этого поворота. Ну, не самая на самом деле хорошая поза для сна. Лучшая поза для сна это поза на спине, но она тоже может быть вредна и негативно сказываться на здоровье вашей шеи. В каком случае? В случае, если вы подушку кладете вот так. Я, конечно, утрированно показываю, вы можете вот так вот класть ее, но тем не менее, когда подушка лежит только под затылком, она создает вот такой вот предпосылки к удлинению задней поверхности шеи, к морщинам на передней поверхности шеи и к перенапряжению задней поверхности шеи в том числе, потому что тело постоянно стремится к балансу. Поэтому подушка обязательно должна лежать под шеей и под лопатками в том числе. И вот таким вот образом это самая лучшая поза для сна, но подушка все равно не должна быть слишком высокой. Затылок должен проникать через подушку и практически лежать, по сути, на кровати, на матрасе, где вы спите. Далее, третья, самая плохая поза для сна, это когда вы лежите на подушке и при этом подкладываете под голову руку. Тоже вроде бы привычно, вроде бы удобно, но при этом искривляется позвоночник полностью. У нас здесь воздействие негативное идет на височно-нижнечелюстной сустав, смещается челюсть и также идет очень негативное воздействие на верхние позвонки шейного отдела. Это атлант и аксис. Поэтому эту позу тоже выбрасываем, уж если вы спите постоянно на боку, то лучше всего брать хорошую ортопедическую подушку, которая даст вам такую возможность спать на боку и без заломов. Но если все-таки так случилось, шея переклинила, что же делать? Подушку, конечно, убираем. И нужно будет сделать себе два вот таких вот мячика. Делаются они из носков. Лучше всего делать более плотные, у меня совсем не плотные получились, нехорошо. Еще лайфхак, можно положить их, да, то есть у меня здесь носок в носке и закатанные получаются мячики, но лучше всего их положить в еще один носок, чтобы они не разбегались. И носок этот вот здесь завязать. Сейчас поймете почему. И также возьмите полотенце. У меня пилатес-лента, просто потому что подходящего полотенца не нашлось. У меня все такие большие, махровые, а нужно вот такое вот тоненькое, но при этом длинное полотенце. Хорошо, что делаем? Первый прием. Если шея переклинила, укладываемся и подкладываем мячики под, вот сюда вот, под затылок и на затылок. На затылок почему? Потому что здесь крепятся короткие разгибатели шеи, да, под затылочные мышцы, а под затылок, потому что здесь как раз их брюшки, то есть их мягкое место, на которое мы можем воздействовать. Соответственно, вот здесь, в такой вот ямке под затылком лежат наши мячики. При этом я не советую использовать твердые мячики для МФР, потому что вот в данном случае это может быть травмоопасно. Вот мячи у меня разъезжаются, потому что не лежат в носке. Если бы лежали еще дополнительно в носке, было бы вообще крайне удобно. И что мы здесь делаем? Мы просто ложимся, голова у нас в таком естественном разгибании получается, то есть здесь нет приближения подбородка к передней поверхности шеи. Или, если это есть, то это значит, что вы положили мячики слишком сильно на затылок. Если на затылок положите, да, то вот у нас получается, что подбородок стремится к передней поверхности шеи. Кладем, делаем вдох и с выдохом сосредотачиваемся на мышцах задней поверхности шеи, максимально их расслабляем. Представляем, что прям выдохом мы убираем из себя все напряжение оттуда, с задней поверхности шеи достаем, выдыхаем и отпускаем за ненадобностью. Расслабляемся и лежим здесь столько, сколько нужно, чтобы почувствовать, что затылок практически приблизился к поверхности, на которой вы лежите, или даже упал на нее, да. Но вот такого положения выйти не должно. Это значит, что ваши мячики лежат слишком низко. То есть все должно быть прям комфортно, приятно и физиологично. Далее, это первый прием. Еще раз, лежите столько, сколько вам потребуется, чтобы снять излишнее напряжение. Когда шею приклинило, в одной из сторон будет, конечно же, боль. Да, эта боль должна постепенно проходить, когда вы лежите на таких мягких мячиках. Вторая точка, на которую кладем мячики, это шейно-грудной переход. Вот здесь, средние пучки трапеции, которые вы можете вот так вот взять и помять. То есть вот сюда вот укладываем наши мячики, чтобы они не съезжали. Сначала поправляем их, но они отсюда вот съезжать, скорее всего, уже не будут. Лежат здесь совершенно спокойно. И опять-таки, да, мы делаем вдох, лежат на мягких тканях, не на лопатках. Лопатки в мячике не упираются. Выдох. И с выдохом максимально расслабляем. И шею, и грудной отдел позвоночника. Но если вдруг вы здесь напряжены, потому что неудобно лежит голова, под затылок можете положить какое-то возвышение небольшое. Например, свернутое там в пару-тройку раз полотенце. Если вам здесь мало компрессии, хочется больше, тогда сгибаем одну ногу, руку укладываем так или так, делаем вдох. И с выдохом отталкиваемся ногой от поверхности и накатываемся на мяч. Если вы делаете это на матрасе, будет неудобно и ощущений практически не будет никаких. Поэтому лучше сползайте на пол и выполняйте данные приемы на полу. Накатываемся и, соответственно, накатились здесь больше на мяч. И тоже дышим, лежим столько, сколько потребуется, чтобы ощутить снятие напряжения. Другая сторона тоже самое. Причем я рекомендую делать на обе стороны, и на больную, и на здоровую. Делаем вдох, делаем выдох. Просто на больную можно делать чуть дольше до снятия болезненности. И голову обязательно поворачиваем на сторону, даем голове упасть прям безвольно. И тоже лежим сколько потребуется. Отлично. Это второй прием. Во время, когда у вас есть боль в шее, да и вообще, всегда мы встаем через вот так вот бок. И второй прием. Мы для него убираем мячики, берем полотенце и полотенце укладываем на затылок. То есть, если до этого мячики лежали ближе к шее, да, как бы на шее и на затылке, то сейчас мы кладем на затылочные бугры. Вот сюда. Укладываемся. Опять. Ноги лучше вытянуть, расслабиться. Делаем вдох. И с выдохом тянем. Один конец полотенца наверх, другой конец просто как бы придерживаем слегка, но не тянем его. И получается без воздействия на мышцы, точнее без воздействия мышцами шеи, без их включения, мы поворачиваем голову. И поворачиваем на больную сторону столько, сколько можем с выдохом. И немного больше. Возможно, через небольшую боль. Вдох, выдох на здоровую сторону. Но здоровую сторону зачем поворачиваем? Чтобы почувствовать здоровую амплитуду движения. То есть, какой она должна быть? Показать ее нервной системе. Вдох, выдох. А на больную сторону столько, сколько можем. И еще немного больше. Задержались. И тоже здесь работаем столько, сколько смогут руки, скорее всего, потому что руки, наверное, устанут. После этого очень хорошо бы некоторое количество времени полежать. Голова спокойно лежит, глаза можно закрыть и хотя бы 30-40 секунд полежать. Или вообще намазаться после этих приемов мазью. Можно с нестероидно-противовоспалительными веществами. А можно просто разогревающую мазь, которую вы используете на натуральной основе. Тут на ваше усмотрение просто мазь должна действительно обладать легким греющим эффектом. Это первая часть моего видео. То есть, то, что вы можете делать в первые часы, в первый день или столько, сколько длится период острой боли. Когда вы сняли период острой боли, у кого-то это может в первый день уже произойти, кому-то потребуется 2-3 дня. Тогда можно переходить уже к упражнениям. И прежде чем я сейчас перейду к упражнениям, хочу сделать для вас небольшое объявление. Вместо того, чтобы заниматься своим здоровьем, когда уже петух клюнул, я предлагаю заниматься своим здоровьем постоянно и профилактировать различные подобные состояния, про которые я сейчас рассказываю. Для этого у меня есть огромное количество курсов. Например, осанка от макушки до 5. Пластика лица и тела своими руками, где мы работаем с животом. Женские ретриты тазовое дно, где работаем с тазовым дном. А также, естественно, мое главное детище – это клуб «Конструктор красоты». Мы работаем с лицом, телом и шеей на регулярной основе. Делаем комплексы упражнений, которые помогают и вашему здоровью, и вашему внешнему виду, и фигуре. И вот в период с 4 ноября по 24 ноября, это дни черной акции, у меня будут самые низкие цены на курсы, которые я вам только что перечислила. Поэтому я считаю, это замечательное время, когда можно сделать такой большой шаг на пути к своему здоровью, сделать выгодное приобретение и в то же время действительно очень полезное. В первые дни каждой недели, то есть каждый понедельник недели из вот этого промежутка с 4 ноября по 24 ноября, будут самые выгодные цены на курсы, а также подарки абсолютно всем покупателям. Поэтому я очень вам рекомендую, переходите сейчас в описании, находите там ссылку на сайт «Черной пятницы» и ставьте для себя отметку в календаре для того, чтобы не пропустить 4 ноября. Там вы разберетесь на сайте, есть напоминашка, которую вы поставите, и точно не упустите все объявления обо всех скидках на мои замечательные курсы. Давайте, приступайте сделать это прямо сейчас, а я перехожу ко второй части своего видео, где покажу вам три упражнения, которые на самом деле полезны для абсолютно всех людей, даже со здоровым шейным отделом позвоночника, потому что никто не застрахован от остеохондроза. Давайте. Итак, для этих упражнений вам нужно сесть ровно, опираясь на седалищные бугры. Вы можете сидеть в позе по-турецки, можете сидеть на стуле, но не перекрещивая ноги, или даже можете стоять. И первое упражнение – это ваша рука ложится на область под затылком, обнимает шею красиво. Посмотрите, вот у меня рука, красиво обнимает шею, лежит под затылком, и основание ладони лежит под затылочным бугром одной из сторон, то есть с той стороны, с которой мы руку подняли, собственно. Вот таким вот образом. И теперь язык лежит на небе, на лице легкая улыбка, и мы мягко тянемся углом нижней челюсти наверх. При этом рука, вторая, лежит за спиной, если вам это удается. Тут смотрите по своим возможностям. Вот таким вот образом. Выполняем упражнение. Мягко поворачиваем голову, рукой немного тянем мягкие ткани. И это очень такой невыразительный жест, не слишком какое-то заметное движение, но внутри происходит очень большая работа. И старайтесь здесь именно тянуться углом нижней челюсти наверх, а рукой просто поддерживать голову. И при этом вы можете откидываться слегка назад, чтобы не было излишнего запрокидывания головы. То есть всем корпусом откинулись немного назад. В этом положении нужно простоять примерно где-то 4-5 циклов дыхания. Далее мы мягко рукой возвращаем голову, именно рукой, а не мышцами шеи. Руку перекладываем на область нижних ребер, а рука, которая у нас сзади стоит, вот так вот, оп, переходит на затылок, ближе к височной области. Угу, пальчики встают. И мы наклоняем голову, так, чтобы взгляд устремлялся в область подмышки. Делаем это мягко и аккуратно, с выдохом. И ощущаем приятное выдержение по задней боковой стороне. Таким образом осуществляется декомпрессия, в том числе остистых отростков позвонков. Тоже 4-5 циклов дыхания. Далее голову поднимаем, очень мягко и нежно. Руку направляем в сторону. Рука стоит либо вот так, либо вот так, но не вот так. И здесь рука, которая стояла на затылке, перекладывается на боковую поверхность шеи. Вот таким вот образом. И мы с вами делаем движение на сопротивление. Тянем мягкие ткани рукой вниз и немного в сторону. Головой проворачиваемся в сторону руки. И это очень мягкое движение. Вдох, выдох. И вдох, выдох. Пальцы, которые стоят сзади на шее, ни в коем случае не давят в позвонки. То есть давление здесь быть не должно. Работа только с мягкими тканями. На вторую сторону повторяем все то же самое. Давайте уже сильно не объясняем. Делаем вдох, выдох. Мягко рукой поднимаем голову. Перекладываем руку. Здесь руку тоже перекладываем. Проезжаем до височной области. Делаем вдох, выдох. Рука на голову не давит практически. Только лежит с собственным весом. Чуть-чуть, пожалуй, оказывает какое-то небольшое давление. 1-2 балла из 10 – это максимум. Очень мягко возвращаемся. Кому-то даже 2 цикла дыхания будет достаточно. Руку перекладываем, эту переводим. Делаем вдох, выдох. Вдох, выдох. И вдох, выдох. Очень небольшое количество подходов в течение дня. После этого вы можете потянуться одним ухом наверх к потолку, другим ухом наверх к потолку. Потянуться руками вдох, положить руки в замок на затылок и здесь сделать вдох, раскрыться вот так вот локтями в сторону и выдох, вернуть голову в исходное нормальное положение над грудной клеткой, грудная клетка над тазом, чтобы нормально себя центрировать. И вот такие упражнения, они могут на самом деле быть небольшими подходами в течение дня. Можете сделать один, можете три раза в течение дня, например, с утра, там в течение работы и вечером. И вы уже, наверное, спустя неделю почувствуете, что ваша голова прекрасно поворачивается во все стороны, не осталось никакого ограничения в движении. И вы, даже будучи изначально здоровым человеком, стали себя чувствовать более свободно, голова как будто бы более легкая и мысли как будто бы в этой голове рождаются более легко. Вот, так что пробуйте эти приемы, если вдруг у вас случилась беда и не забывайте про то, что на носу черная пятница, самые низкие цены на мои потрясающие курсы. Вот здесь в описании ссылка, там по ссылке все, по сути, прочитаете, узнаете и самое главное, отметите для себя 4 ноября как день, за которым стоит следить. Все, спасибо вам за внимание, пока!